В Брестском областном краеведческом музее состоялось представление жителям города и гостям почетного ордена за заслуги и рыцарскую честь Королевского старинного ордена Буйволов. Этот орден был основан в 1822 году и является одной из крупнейших братских организаций в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Кстати, существует он и по сей день. Его предназначением было оказание помощи членам организации, их семьям и иждивенцам бывших членов. Возможность проведения такого музейного проекта осуществляется благодаря собранной музеем серьезной фалеристической коллекции, что здорово, ведь собрана она была совершенно разными и зачастую неожиданными путями. Ранее это были передачи либо дарения от частных лиц, либо государственных учреждений. Ну, конечно же, очень серьезный для нас такой задел – это наша Брестская таможня. Потому что в 2018 году, три года назад, мы получили вот этот орден на постоянное хранение. И если бы не наш проект, то я очень серьезно сомневаюсь, что публика города, жители и наши гости вообще увидели его, ну, хотя бы в течение 50 лет. Вот. Поэтому проект дает возможность показать редкие, необычные вещи, которые в обычной экспозиции тематической. Они не укладываются по смыслу. Именная награда датируется 1926 годом, а в далеком 1946 году она была вручена Вильяму Джону Ревеллу, ставшему рыцарем ордена заслуг Королевского старинного ордена Буйволов. Орден является третьей степенью посвящения в членство Королевского старинного или допотопного ордена Буйволов. Он вручался исключительно членам братства, переходившим на очередную ступень посвящения. Орден ценен еще и тем, что к нему есть документ. Именной документ – это сертификат. Сертификат, посвященного в степень прима Вильяма Джона Ревелла, возвышенного в рыцаре ордена заслуг в ложе Уитта Керасмита 11 октября 1946 года. Музейный проект «Награда в истории. История в награде» интересен еще и тем, что каждый раз работники музея, представляя ту или иную реликвию публики, стараются создать целое шоу, обязательно не похожее на предыдущее. Изюминкой этой встречи стало театральное представление, сюжетом которого стало то самое посвящение в рыцарей Вильяма Джона Ревелла, а разыграно оно было на английском языке, учащимися учреждения образования нашего города. «Они тоже любят играть притч». Усилия актеров были оценены по достоинству, и, что важно, сами герои были рады такой интересной предоставленной возможности. «У нас четверо выступающих, четверо актеров. Они выложились серьезно. Мы очень серьезно готовились. Мы проводили репетиции, и даже многочасовые репетиции. Поэтому вот этот вот рост человеческих эмоций, он наблюдал со стороны очень серьезно. И тот результат, который видим мы, он потрясающий, потому что они обычные люди, ровно такие, как мы с вами». «Это был повод потренировать свой английский и тем самым попрестать на сцене, наимпровизированное, так сказать. Все было просто великолепно. Благодарю Виталия за помощь, а также и всех остальных музейных работников. Хотелось бы, чтобы нынешняя молодежь чаще посещала музеи». Музейный проект продолжается. А это значит, что уже через два месяца зрители ждет знакомство со следующей, не менее интересной европейской наградой.